14 марта власти США продали 9861 биткоин на общую сумму около 215 миллионов долларов. Реализованные активы составили лишь небольшую часть из более 50 тысяч биткоинов, конфискованных у Джеймса Джуна в ноябре 2021 года. Спустя год он признал вину в их незаконном получении на Darknet-маркетплейсе Silk Road. Согласно минвесту США в сентябре 2012 года, Джун реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги. По данной власти он вносил депозиты в размере от 200 до 2000 биткоинов, после чего осуществлял быстрое снятие средств в кратном размере. Он инициировал более 140 подобных транзакций, что в сумме принесло ему более 50 тысяч биткоинов. Сейчас осталось примерно 41 491 биткоин, которые правительство будет ликвидировать четырьмя партиями в течение календарного года. Тем временем основатель трон Джастин Сен выразил готовность приобрести конфискованные биткоины со скидкой в 10% для минимизации потенциального влияния на рынок. Сейчас 41 491 биткоин оценивается более чем в 1 миллиард долларов. В марте 2023 года аналитики DUN назвали американское правительство одним из крупнейших биткоин-китов. По их оценкам, общий запас первой криптовалюты у власти США составляет 205 515 биткоинов. Это 5 миллиардов 800 миллионов долларов. Криптоаналитик поделился своим мнением о лучшем моменте для покупки эфира, а также упомянул показатели, которые необходимо принять во внимание перед приобретением. Аналитик Бенджамин Коэн в интервью YouTube-каналу Altcoin Daily ответил на вопрос, когда стоит покупать альткоин, в частности, когда вкладываться в эфириум. В ответ Коэн сослался на график эфириум-биткоин. Криптоаналитик отметил тот факт, что эфир показывает более низкие максимумы, однако Коэн уверен в усилении позиции эфира по сравнению с позицией биткоина. Это должно произойти только в 2024, а может и в 2025 году, после того, как эфириум в очередной раз покажет снижение против исторически первой криптовалюты. Коэн верит, что лучшим временем для покупки эфира будет момент, когда доминация эфириум-биткоина пустится в область значений от 3 до 4 сотых. Аналитик уверяет, что сам будет ждать этих цифр, а до тех пор, пока не собирается принимать решение о покупке. Криптовалютные компании могут сменить юрисдикцию США на Гонконг на фоне ужесточения надзора со стороны американских регуляторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Сегодня США более жестоки в отношении криптовалют, чем когда-либо, а регулирование Гонконга выглядит более благоприятным, что явно смещает центр тяжести в сфере инвестиций и торговли криптоактивами в его сторону. Крипторынок открывает многим людям большие возможности для хорошего заработка, но проблема в том, что многие люди не могут использовать данные возможности в своих интересах. Полагаться на удачу при покупке крипты не всегда правильно. Один раз может повезти, а в другой раз можно потерять крупную сумму денег. Поэтому я всегда искал и ищу для себя надежные проверенные способы заработка. Одним из таких является SkyStake.io. В основе данного проекта заложен пул стейкинга, подтверждающий транзакции в сети эфириума, получающий награду за свою работу. Полностью честная и прозрачная система, вложившись в которую любой человек получает от 5 до 7% чисто ежедневной прибыли. Данный проект я проверил не словом, а делом и лично вложил свои 4,6 эфира на 8000 долларов. Проект полностью автоматизирован, ввод и вывод доступен в любой момент через личный кабинет, что дает контроль над своими средствами. Я на этом зарабатываю хорошие деньги. Использовать новые возможности или нет, решать только вам. Ссылка в описании под роликом. Сооснователь эфириум Виталик Бутерин рассказал о возможностях реализации EVM с использованием доказательств нулевым разглашением, в основной сети без ущерба для децентрализации и безопасности. Он считает интеграцию с ЗК EVM в L1 блокчейн необходимой и неизбежной. Бутерин отметил, что ЗК EVM уже работает в ряде использующих ЗК Rulabs решений второго уровня L2 и проходит стадию тестирования. По его словам, в долгосрочной перспективе эфириум будет использовать технологии не только для операции с рулапами, но и для валидации на уровне исполнения. В этом случае блокчейн фактически станет клиринговой платформой для L2 протоколов. Как только это произойдет, ЗК EVM де-факто станет третьим типом эфириум клиентов, столь же важным для безопасности сети, как и уже существующие. Он напомнил, что сеть изначально придерживалась в развитии мультиклиентской философии. Каждая нода валидатора эфириум использует два вида ПО – для уровня исполнения и консенсуса. Ни в одном из сегментов на какой-либо конкретный тип клиента не приходится доля в две трети сети, что гарантирует безопасность. Бутерин назвал три варианта реализации ЗК EVM в эфириум – это единое решение, то есть отказ от мультиклиентности, одобренный набор ПО, то есть отход от парадигмы децентрализации и открытый сет для реализации решения командами разных клиентов. Реализация третьего варианта не будет слишком сложной, при этом сооснователь эфириум признал, что разработка может занять годы. Для того, чтобы открытая мультиклиентская экосистема ЗК EVM работала хорошо, потребуется много работы, но действительно хорошая новость заключается в том, что большая часть этой работы выполняется или в любом случае будет проделана. Организация Arbitrum Foundation отказалась от проведения голосования сообщества по первому управляющему предложению из-за негативной реакции пользователей. Спасибо всем участникам и делегатам DAO за их отзывы об API1. Скорее всего, оно не пройдет, и мы стремимся рассмотреть отзывы, полученные от сообщества. Предложение вызвало ряд претензий со стороны пользователей, которые в основном касались передачи Arbitrum Foundation контроля над 750 миллиардами токенов. Это примерно 1 миллиард долларов. Предполагалось, что фонд самостоятельно использует эти средства на выделение грантов с целью развития экосистемы. Пользователи также обратили внимание, что организация продала из казначейства 50 миллионов арб. В Arbitrum Foundation пояснили, что из этой суммы 40 миллионов арб передали опытному субъекту в сфере финансовых рынков. Остальные токены действительно проданы за фиат, для покрытия операционных расходов. В Arbitrum Foundation отметили, что ставили цель через API1 – ратифицировать первоначальные решения и структуру децентрализованного управления проектом. В связи с этим пакет получился слишком комплексным. Команда также признала недостатки в коммуникации с сообществом. Arbitrum Foundation планирует представить новые API уже в начале апреля. Сейчас цена ARB за выходные обвалилась примерно на 13%, с уровнем около 1,40$ до отметок в 1,22$. Проект с честной и прозрачной бизнес-системой, в которую лично я инвестировал и поэтому получаю хорошую прибыль – это skystake.io. Ссылка на проект в описании под роликом. Рекомендую ознакомиться, проект реально достойный.